Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительном освоении абсолютно любой вязальной машины с нуля. Хочу вас познакомить со схемой вязания для спиц, то есть это программа для создания рапорта вязания. К сожалению, для вязания на вязальных машин она не очень подходит, не адаптирована, потому что условные обозначения, которые используются при вязании спицами, и условные обозначения, используемые при вязании на вязальной машинке, отличаются, они разные. Данная схема используется именно для спиц, но мы всегда можем адаптировать какие-то значки под свою какую-то надобность, под свои возможности. Итак, для чего же эта схема? Она не предназначена для жаккардов, она предназначена для ажуров, для вязания фанговых узоров, то есть накиды, переносы, в том числе сложные ажуры, неважно, все, что связано с рельефными и объемными узорами. Для жаккардов существуют другие схемы в записи. Как пользоваться? Есть возможность выбрать язык, но, к сожалению, только два, русский и восточный. Количество рядов определяете, сколько у вас рядов. Количество петель в рапорте тоже определяете. Добавлять строку можно в случае, если вы понимаете, что вам не хватает. Схема узора только для лицевых, но в данном случае можно не обращать внимания. И нарисовать поле. Вы получаете выбранное поле и массу-массу условных обозначений этих значков на верхнем поле над схемой. Выбираете тот значок, который вам нужен в данный момент, он становится желтеньким, и вы можете ставить его в любое место на поле. Еще раз, данное условное обозначение не подходит для вязания на обзорных машинах. Там обозначения другие. Поэтому для себя вы можете составить собственную таблицу с условными обозначениями. Принимаете вот этот значок, например, такой значок вы принимаете за иглу в переднем нерабочем положении. А вот такой значок, например, за иглу в заднем нерабочем положении. Вот что-нибудь вот такое, как ажур и так далее. То есть даете этим значкам новое обозначение. И пользуетесь. После того, как вы заполнили поле, нажимаем на рисовать схему, и вот она ваша схема, которую вы можете сохранить на компьютер. И не нужно никакие бумажки, не нужно ничего рисовать. Очень просто, быстро и экономит время силы. И все однотипно, что тоже очень важно. Внизу вы видите обозначения, которые использовались в данном узоре. Но они не подходят, то есть не соответствуют тому, что мы с вами хотели изобразить. Поэтому табличка с новыми названиями обозначений вам необходима, иначе вы все забудете. Обозначений много, еще раз говорю, они не совпадают с теми, которые нужны для визуальной машины. Если вам эта схема понравилась, если видео было вам полезно, пожалуйста, нажимайте «Нравится», делитесь со своими друзьями, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений, и жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительно вас в своем и абсолютно любом вязании машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова Субтитры создавал DimaTorzok